Страх И порождает неопределенность Олевья и его команда только от напоминания Арцаха попадают в истерику Да что ты, черт побери, такое несешь Они не знают, как объяснить населению своей страны, что не выиграли, а просто совершили террористический акт против Арцаха Я уже сказал, что никто, даже Армения, не признала независимость Карабаха Что это означает с точки зрения международного права, что Азербайджан возвращал территории, которые он считал Азербайджаном Ну и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией Оле при поддержке своих подельников из контракта века 1994 года Да, да, вы не ослышались Подельники из контракта века 1994 года Они развязали 44-дневную войну Олевьевы подельники стараются заставить армянскому правительству, чтобы подписать так называемый мирный договор И не надо играть чужими мускулами Путин и Эрдоган, как владельцы фитнес-клуба под именем Азербайджан, имеют много проблем У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы президентом Эрдоганом Но это человек, который держит слово Мужчина Он хвостом не виляет Если он считает, что это Выгодно для его страны Он идет до конца Это элемент прогнозируемости Это очень важно для того, чтобы понять, с кем умеешь делать Мы все понимаем Все продается и покупается в этом мире Но не у всех все покупается Твой папа, генерал Олев, был мудрым человеком Он в 1994 году заключил контракт века Продать нефть А ты просто профукал этот контракт Арцах – это не нефть И никто не купит Послушайте Это же бред Но ведь бред Бред, послушайте Что вы несете? Что вы такое сочиняете? Я не могу понять Ну бред же! Ну бред! Вашингтон, Париж, Москва признают Арцах И сделают они это не из-за своего доброго отношения к нам, к армянам А потому что им просто выгодно подписать новый контракт Или контракт века с Арменией Хорошая шутка Кто не понял, тот поймет Пишите в комментариях, что вы об этом думаете Спасибо за просмотр! Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео! До встречи! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»